Всем привет друзья, на связи я Дима Двадыкуб и очередной выпуск горячих новостей, нет не политических конечно же, а новостей мира музыкального оборудования от MusicMagTV. Сегодня мне говорить о музыкальных новостях, не касаясь новостей политики, будет достаточно сложно, друзья. Особенно с учетом того, что многие компании за последние дни ушли с российского рынка, доллар взлетел до небес. Однако давайте все же попробуем немножко расслабиться вместе и посмотрим, чем именно порадовали нас производители железа и софта за последний месяц. На фоне, кстати, вы сейчас видите фрагменты одного из моих байкальских джемов, которые я записал в январе на острове Ольхон. Полная версия этого ролика будет ждать вас в углу, переходите, смотрите, ставьте лайки, если вам понравится. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее, наливайте теплые напитки и давайте вместе смотреть на новинки оборудования и софта. Начнем мы, как обычно, с железа. И первой новостью здесь будет новость от компании Model Electronics, которая пополняет линейку синтезаторов Cobalt. До этого у нас уже был полноразмерный 61-клавишный Cobalt 8X, был 37-клавишный Cobalt 8, бесклавиатурный модуль Cobalt 8M был, ну а теперь к семейству добавился еще и младший братик Cobalt 5S с микроклавишами. От других инструментов серии Cobalt 5S отличается, во-первых, тем, что здесь у нас имеется пять голосов полифоний против восьми и два эффекта против трех. Еще здесь крутилок, конечно, меньше, они здесь назначаемые, ну а слева есть назначаемый, опять же, сенсорный контроллер вместо джойстика. Видимо, сделано это для удобства транспортировки. Наруливать синтез с таким ограниченным количеством крутилок, конечно, будет не очень удобно, но в комплекте идет специальное приложение как для мобильных девайсов, так и для полноценных компов, через которые синт управляется уже полноценно. Но вообще, как мне кажется, Cobalt 5S это больше такая пресетная машинка для того, чтобы закинуть в рюкзак и где-то там в полях или у друзей в гостях музицировать. Стоит синтезатор будет 450 долларов, но в продажу он должен поступить ближе к концу весны. Вальдорф представили клавишную версию своего флагманского таблично-волнового синтезатора Iridium. Новый инструмент обзавелся 49 полноразмерными клавишами от Fatar с функцией полифонического посленажатия, которая поможет сделать ваше исполнение еще более экспрессивным. С учетом мощнейшего цифрового движка и кучи модуляторов, такие возможности являются действительно интересными для тех, кто неплохо владеет клавишами. Еще здесь расширили переднюю панель. Слева у синта появилась дополнительная секция регуляторов. Удобно, особенно с учетом того, что экран здесь сенсорный и есть шесть мультифункциональных энкодеров. Стоит чудо-агрегат будет 2850 евро, но в продажу поступит уже в ближайшее время. Далее у нас на очереди новости от Behringer. Тут вообще можно зависнуть надолго. За прошедший месяц дядька Ули анонсировал какое-то неприличное количество самых разных синтезаторов. Например, нам показали вот такую новую линейку карманных синтов под названием Soul. В линейку это будут входить уже привычные нам клоны винтажных брелков, то есть синтов конечно, разной степени винтажных. Тут вам и карманный MOOC модель D, и Sequential Circuits Profit VS, и Roland Jupiter, и JP8000, и Aberhame Matrix, и даже Korg MonoTripe, если помните такой. Самое интересное, что при всей миниатюрности девайсов их начинка выглядит вполне взрослой. Полифоники остались полифониками, осцилляторы MiniMOOC тоже никуда не делись, все три на месте, там где были пресеты есть пресеты, MIDI есть вообще везде, а местами так и вовсе экстра функции какие-то обещают. Как все это мудрились впихнуть в такой крошечный корпус, я не знаю, не спрашивайте. Теперь о цене. Стоить девайса будут всего-то навсего по 99 долларов, ну а клон JP8000 так и еще дешевле, неприличных 49 баксов. Ну, ребята, это дешево, даже с учетом того, в какие тартарары сейчас курс рубля летит. Прям такие какие-то антисанкционные синты у дядьки Ули получились. Но это, конечно, еще не все. Помимо брелков из серии Soul, нам показали еще несколько чуть более привычных клонов в стандартном для компании Behringer Form Factor. Тут можно обнаружить, во-первых, клон модульной системы MOOC Model 15, внешне сильно смахивающий на бабу, которая MOOC Grandmother. Во-вторых, тут есть вот такой вот клон синтезатора Aberheim Two Voice. Ну и в-третьих, синтезатор Proton, который, как утверждают специалисты компаний, является клоном собственной разработки Behringer, синтезатора Neutron. Сильно расширенной матрицей модуляции, дополнительными саб-осцилляторами, функцией вейвфолдинга и прочими плюшками, такими как парафонический режим, например. Эти синты будут стоить по 300 баксов каждый. Ну и еще два клона, которые в стандартный форм-фактор Behringer уже не вписываются. Это клон басового педального синтезатора Taurus от MOOC стоимостью в 200 долларов, а также бесклавиатурная версия Aberheim OBXA, цена которой пока неизвестна. Как долго нам придется ждать появления всех этих синтезаторов в продаже, пока что не очень понятно, однако сам Ули сообщает, что сроки производства в данном случае очень сильно зависят от доступности китайских компонентов, с которыми сейчас проблемы вообще у всех. Греки из Dreadbox выпустили новую прошивочку для портативного полифонического синта Nymphos. Главными особенностями новой прошивки стало появление возможностей импорта и экспорта пресетов и модуляции параметров ревербератора. Что еще важнее, синтезатор стал MPE-совместимым. Теперь каждый из голосов инструмента можно будет независимо модулировать с помощью специальных контроллеров или DEW. Я на самом деле уже в ближайшее время постараюсь подготовить для вас обзор Nymphos и покажу, конечно, в том числе и его новые функции, включая эту самую MPE-совместимость. Ну а для тех, кого этот самый Nymphos уже есть, а MPE-контроллера нет, может быть интересна еще и вот такая вот штукенция от независимого разработчика Тима Шубриджа. Эта штука создана с целью имитировать фейковые MPE-данные с помощью динамики клавиатуры или, например, Control-Change сообщений. Выпускается она, к сожалению, только в виде модуля для виртуальной модульной системы Voltage Modular от Cherry Audio, однако, если вас такие гиковские штуки в принципе интересуют, то думаю, что никаких проблем с установкой этой самой модульной системы возникнуть не должно, тем более, что там есть и бесплатная версия. Как именно работает эта штука, можно узнать из вот этого самого видео, ссылка на которое будет в углу. Ну и напомню, что если вы английского не знаете, то смотреть это видео можно в Яндекс Браузере, который с недавнего времени умеет переводить любые ролики на русский в реальном времени. Далее новость от шведов из компании Teenage Engineering. Эти ребята продолжают развивать свою серию самодельных модульных синтов, однако на этот раз нашему вниманию предлагаются уже не полноценные модуляры, а наборы из отдельных Eurorack модулей, которые можно будет закрутить в любой кейс. В ассортименте модулей можно обнаружить несколько различных осцилляторов, фильтр, огибающую, усилитель, микшер и другие плашечки, уже знакомые нам по модульным системам PO Modular 400 и 170. Собирайте их, как и прежде предстоит самостоятельно, благо паять ничего не придется. Ну и стоимость модулей стартует всего от 29 долларов. Тут, друзья, однако стоит учитывать, что у этих самых модулей нет ни передних панелей в комплекте, ни даже секции подключения к питанию еврокейса. Все это придется покупать отдельно. Например, на сайте Oddvolt такие штуки можно купить, примерно опять же за те же 29 долларов. Итого выходит уже почти 60 баксов за модуль, что как бы вроде бы все равно дешево, но уже не так дешево, как хотелось бы. Впрочем, модуляры никогда дешевыми и не были, так что решать вам. Подробнее почитать про новые модули можно на официальном сайте Teenage Engineering. Ссылочка, как обычно, будет ждать вас в описании. Ну а мы едем дальше. Компания Squarp Instruments, знакомая нам по мощнейшему фирменному секвенсору Pyramida, выпустила не менее любопытный секвенсор под названием HAPAX. Специалисты компании утверждают, что новый девайс содержит все необходимые инструменты для работы в связке с железными синтами, модульными системами или софтом и подходит как для сочинения треков в студии, так и для исполнения на сцене. Инструментарий HAPAX включает 16-дорожечный полифонический секвенсор с поддержкой MPE, полиметрические и париритмические возможности, различные режимы воспроизведения, всякие разные арпеджаторы, генераторы случайных событий, транспонирование, квантизацию, миди-эффекты и другие современные возможности, которые понравятся как любителям создавать секвенции в линейном режиме, так любителям шпарить, так сказать, по пэдам или клавишам. Насколько удобно здесь будет редактировать секвенции, судить по внешнему виду сложно, однако мощная пэдовая матрица, которая здесь занимает большую часть передней панели, мне лично сильно напоминает матрицу того же самого пуша или, например, стационарного делюш. Проще говоря, на компе мышка и наверняка все равно какие-то вещи будет проще делать, но если вы заживяк, то почему бы и нет, как говорится. Стоить Хапакс будет около 1000 долларов, но в продажу должен поступить уже в ближайшее время. Компания Tangible Waves, известная нам по своим фирменным бюджетным модульным системам, о которых я уже сто раз на самом деле рассказывал, выпустила на днях новенький портативный микшер VMIX10. Микшер этот предназначен в первую очередь для использования в связке с девайсами серии Cork Volk, об этом красноречиво говорит наличие четырех волочных выходов для шнуров питания на передней панели. Однако девайс вполне можно будет юзать и с другими синтами. Здесь у нас имеется шесть моно-входов, два стерео-входа, два посылка на внешние модули эффектов, ну и все остальное необходимое, включая независимый выход для Q-мониторинга, то есть для наушников. Стоить VMIX10 будет 150 евро, но в продажу поступит уже в этом месяце. Если, кстати, соберетесь брать, имейте в виду на всякий случай, что сайт Tangible Waves в России, кроме как через VPN, никак не открывается. Это причем уже довольно давно так, и политические события тут вообще ни при чем. Компания Antilope Audio представила два новых флагманских аудиоинтерфейса. Discrete 4 Pro, Synergy Core и такой же 8. Здесь нашему вниманию предлагаются обновленные ЦАП-АЦП-конвертеры с расширенным динамическим диапазоном, обновленные опять же DSP-FPGA-чипы, которые теперь будут поддерживать использование до 16 цепочек эффектов одновременно. Цепочек причем, и все это без задержки, напомню, потому что эффекты встроенные. Также сюда завезли возможность виртуальной маршрутизации аудиосигналов, разъемы ADAT и SPDIF, встроенный TalkBack микрофон и прочие функции премиум уровня. Карточки, как вы понимаете, ну явно не для домашнего использования, а скорее для студийного. Подключается все это к компьютеру либо по Thunderbolt 3, либо по USB, на ваш выбор. Но модели отличаются друг от друга исключительно наличием аналоговых входов-выходов. В модели Discrete 4 Pro этих выходов, соответственно, будет по 4, но в модели Discrete 8 Pro по 8. Стоимость старшей модели при этом составляет 2000 евро, но цену на младшую модель нам обещают сообщить чуть позже. Ну и как обычно, друзья, прежде чем переходить к блоку с новостями софта, я напомню вам о том, что постоянным спонсором нашего ютуб-канала является московский шоурум лаборатория Synthesarium и интернет-магазин emac.ru. Несмотря на всю отчаянность текущей финансовой ситуации в стране и то, что сейчас происходит с ценами в интернет-магазинах, я могу вам точно сказать, что у этих ребят все еще есть большое количество девайсов в наличии, которые были закуплены еще по старому курсу. Так что если вы в ближайшее время собираетесь обзаводиться какими-то музыкальными железяками, то нет, ребята, на этот раз я вас не призываю идти в интернет-магазин, а вот вы лучше присоединяйтесь к нашему телеграм-чату любителей железа, ссылка на него у вас будет на экранах и спрашивайте про цены там. На сайтах сейчас цены смотреть достаточно глупо, я уверен, что большая часть продавцов будет выставлять там такие цены, с которыми они ну точно не прогадают в случае колебаний доллара, но по-человечески вот так вот в чате спросить у продавца, по какой именно цене можно купить тот или иной девайс вот прям сегодня вот, будет намного более точным вариантом. Ну и конечно покупайте только то, что есть в наличии, тут уж как бы время такое. Да и если даже ничего покупать не собираетесь на самом деле, все равно присоединяйтесь к телеграм-каналу, у нас там достаточно приятная тусовка, можно болтать друг с другом, задавать мне вопросы и так далее. Ютуб, как вы понимаете, не сегодня, так завтра может вообще закрыться, на связи оставаться хочется. Кстати, друзья, я буду вам в любом случае благодарен, как всегда, за лайки и позитивные комментарии под этим видео, так что давайте вальсировать, что ли, пока Титаник еще на плаву. Ну и на этом давайте перейдем к новостям софта. Здесь, пожалуй, стоит начать с выпуска новой 12-й версии Cubase от Штейнберг. Наблюдая за изменениями современных DW, мне, ребят, даже немножко смешно видеть тот факт, что они все больше унифицируются. Один производитель берет более удачные фишки другого, другой берет более удачные фишки третьего и все это, так или иначе, начинает походить одно на другое. Вот из Cubase происходит то же самое. Это, на мой взгляд, всегда было далеко не самое удобное DW для написания электронной музыки, но вот сейчас вот они активно тянутся к современным тенденциям и пытаются внедрить разные удобные фишки из других конкурентных программ. Например, в новую 12-ю версию Cubase подвезли полноценный нормальный варпинг, подвезли возможность извлекать аккорды из аудио-сэмплов, подвезли встроенный и очень удобный редактор скриптов для внешних миди-контроллеров, поддержку процессоров Apple Silicon, конечно, подвезли, всяких разных новых эффектов добавили, в общем, стало по-настоящему удобнее и интереснее. Впрочем, честно сказать, в Cubase я не работаю и могу очень сильно ошибаться. Здесь, наверное, стоит посмотреть какой-то полноценный обзор от тех продюсеров, которые пользуются этой DW. Что же касается стоимости Cubase 12, то она, как всегда, зависит от версии программы и варьируется от 100 до 580 долларов, но обновиться до новой 12-й версии для тех, у кого Cubase уже есть, можно хоть сейчас. Bitwig Studio также развиваются. В версию 4.2, которая вышла около месяца назад, добавили три новых аудиоэффекта Horus+, Flanger+, и Fazer+, которые можно будет использовать как отдельно, так и внутри фирменной модульной среды TheGrid, являющейся полноценной частью DW. Эта самая модульная среда здесь также претерпела изменения. Теперь она стала еще больше похожа на полноценный модульный синтезатор, благодаря появлению нового режима NoteGrid. NoteGrid включает множество различных нотных процессоров, позволяющих генерировать и модулировать нотные сигналы самыми разными способами, от простых рандомизаторов нот до генераторов LFO, плавно перемещающих нотные сигналы между различными MIDI-каналами, например. Короче, модулярным гиком точно будет с чем тут поразвлечься. Текущие владельцы лицензионной Bitwig Studio могут обновиться уже сейчас, ну а купить программу можно за 400 евро. Компания Arturia представила новый гранулярный процессор под названием EFX Fragments. По словам производителей, новый эффект прекрасно подойдет для создания различных гличевых текстур, эффектов статора, эмбентных атмосфер и прочего гранулярного безобразия. Причем использовать его можно будет как с готовыми аудиодорожками, так и в связке с живыми инструментами, прям на лету. Основной фишкой плагина является его простота. Разработчики утверждают, что разобраться с интерфейсом здесь смогут даже новички. Ну и конечно, помимо самого гранулярного процессора, на борту здесь имеется еще и множество дополнительных блоков, таких как различные модуляторы, секвенсор или блоки эффектов. Купить EFX Fragments можно уже сейчас, но стоимость плагина составляет 100 долларов. Cherry Audio также порадовали нас выпуском новых виртуальных процессоров. Коллекция эффектов, получившая название Rack Mode Signal Processors, основана на разработках компании MOOC 70-80-х годов прошлого века. В коллекцию входит 7 девайсов, эмулирующих схемотехнику оригинальных аналоговых процессоров от MOOC. Здесь есть вокодер, фазер, кольцевой модулятор, стринг-фильтр, что-то вроде модуля имитации поведения струн, а также Frequency Shifter и два эквалайзера, графический и параметрический. Помимо точной имитации звучания оригинальных устройств, Cherry Audio решили расширить возможности девайсов, добавив сюда еще и дополнительные генераторы LFO, пресеты, возможность обработки стереосигналов и многое другое. Стоимость полного набора эффектов при этом составляет 129 долларов, однако на данный момент их можно купить по стартовой цене в 99 баксов. Другой новостью от Cherry Audio стало обновление виртуальной модульной системы Voltage Modular, про которую я уже говорил. В новую версию 2.5 завезли поддержку силиконовых процессоров от Apple, поработали над оптимизацией интерфейса и немножко расширили функционал. Теперь, например, к одному выходу здесь можно будет подключать сколько угодно патч кабелей, появились модули посылов-возвратов, функция быстрого создания вариаций пэтча, встроенный аудиорекордер и так далее. Обновиться на новой версии модуляра можно прямо сейчас. Ну а если у вас этого самого модуляра нет, то я на всякий случай напомню, что у девайса есть и бесплатная версия, которая называется Voltage Modular Nucleus. Скачать её можно тоже хоть сейчас. Компания Waves выпустила новый сэмплер CR8, который на данный момент можно купить всего за 10 долларов. Здорово, конечно, но спрашивается, а нафига нам ещё один сэмплер, когда и встроенными в DW сэмплерами, вроде Ableton'овского симплера, например, вполне можно пользоваться, причём бесплатно. Ну, можно-то можно, но всего за 10 баксов, напоминаю, CR8 предлагает целый ряд приятных и уникальных возможностей, которых у конкурентов попросту нет. Это и целая куча модуляторов в модулярном стиле, и независимые настройки фильтров для каждого из сэмплов, и крайне приятная функция автоматической настройки высоты сэмпла под тональность, которой в том же симплера, например, нету, ну и так далее. Самое интересное, что в комплекте с сэмплером поставляется вообще, по-моему, замечательная подарочная штуковина под названием Cosmos. Это идеальный плагин для тех, у кого накопилось тонна сэмплов, и вы уже начали забывать, что у вас и где. Просто добавляете сюда папки с сэмплами, и плагин сам автоматически раскидывает их по необходимым группам. То есть барабанным стал барабанами, мелодические звуки мелодическими, петли петлями и так далее. При этом автоматически определяется и темп, и автоматически определяется высота, и вот это вот всё. Другие производители за такие возможности обычно деньги берут, как бы я знаю такие плагины, а тут всё бесплатно. Причём скачать этот самый Cosmos можно вообще отдельно от CR8, что я благополучно сделал ещё пару недель назад. Короче, инструменты получились годные, так что если любите баловаться с сэмплами, то я думаю, что как минимум Cosmos точно скачать стоит. Имейте разве что в виду, что этот самый Cosmos не работает в режиме VST-IU, запускать его придётся в стендалон режиме. Native Instruments выпустили долгожданное обновление сэмплера Contact 6.7, добавляющее поддержку процессоров Apple Silicon. Как бы и здорово и хорошо, но тут, друзья, есть и плохая новость, о которой вы, наверное, и без меня уже на самом деле знаете. Дело в том, что в связи с текущими политическими событиями, компания Native Instruments, как и множество других музыкальных компаний, среди которых и Zotop, Ableton, Universal Music Group, iLog и другие, с нашего с вами российского, то есть рынка, благополучно ушли. Для тех из вас, кто не очень хорошо понимает, что это значит, я объясню, это не значит, что плагины этих компаний у вас вдруг перестанут работать. У меня, например, Ableton до сих пор прекрасно работает, и плагины Native Instruments тоже работают и другие. Под санкцией здесь попала именно продажа этих самых плагинов в нашей стране. То есть покупать этот самый софт через официальные сайты теперь будет нельзя, из России, естественно. Впрочем, никто вам не мешает пользоваться, например, с сервисом кнопклауд.ком, который представляет собой что-то вроде магазина БУ лицензий на музыкальный софт. Вот только принимаются там исключительно доллары и евро, исключительно через PayPal, так что самое время заводить, видимо, карты Мир или какой-нибудь UnionPay. Короче, я на самом деле клоню к тому, что текущие владельцы лицензий останутся при своих лицензиях. Никто у нас с вами их забирать, по крайней мере, пока не планирует. Ну а в ближайшем будущем, я надеюсь, что ситуация все-таки как-то разрешится, и санкции, дай бог, отменят. Но если не разрешится, то будем что-то придумывать. И, возможно, даже уже не здесь на YouTube, а где-нибудь еще. Компания SoundPaint выпустила новый уникальный сэмплерный инструмент под названием Bazantar. Плагин основан на звучании реального инструмента, созданного марком Deutschem. Инструмент этот представляет собой что-то вроде гибрида между контрабасом и ситаром, с пятью основными струнами и двадцатью девятью резонаторными струнами, которые дополняют звучание основных по принципу акустических резонансов. В итоге, Bazantar представляет собой что-то вроде такого фантастического контрабаса, на котором можно играть смычком или щепками, по струнам можно бить, или использовать перкуссионные артикуляции, а также играть по струнам ситара непосредственно, или по струнам контрабаса на ваш выбор. Реалистичное звучание плагина здесь достигается благодаря функции Round Robin. Каждое нажатие клавиши будет активировать один из восьми сэмплов, соответствующих выбранной ноте и выбранной артикуляции. Короче, здесь на самом деле проще послушать и попробовать, чем что-то объяснять. Если интересно, попробуйте. Ссылка будет ждать вас в описании. Ну а сам плагин стоит 20 долларов. Немецкий синтезаторный энтузиаст Хайнбах совместно с компанией AudioSync выпустил очередной удивительный плагин под названием Noises. Как и прежде, Хайнбах заигрывает с тематикой тестового оборудования, которая использовалась кинокомпозиторами для создания авангардной электронной музыки и саундтреков к фильмам в 50-х годах прошлого века. В основе звучания плагина лежат сэмплы, записанные Хайнбахом с использованием различных аналоговых синтезаторов, полевых записей, электроакустических и электромагнитных звуковых экспериментов и других винтажных приемов генерации тембров. В итоге Noises представляет собой уникальную коллекцию самых разных органичных шумов, звуковых текстур, дронов, эффектов и прочих аналоговых и околоаналоговых тембров, прекрасно подходящих для создания экспериментальной электронной музыки. Стоит Noises 70 евро, однако сейчас на старте продаж купить его можно чуть дешевле. Ну, как чуть. За 45 евро. Почти в два раза дешевле. Ну и напоследок, как обычно, я подготовил для вас подборку бесплатного софта за последний месяц. Первый плагин в подборке называется Macro от Pristine Sound Labs, предназначен исключительно для пользователей Propellerhead Reason. Эта штука представляет собой бесплатный клон евро-рек модуля Plates от Mutable Instruments, который в свою очередь является монофоническим синтезаторным голосом с различными тембральными возможностями. Владельцам Reason и любителям модуляров, думаю, качать точно стоит. Далее целая куча бесплатного софта от компаний Audio Damage и Tone Boosters. В общем списке здесь имеется более 50 различных синтезаторов и эффектов, которые компании по тем или иным причинам решили снять с официальной техподдержки. В современных системах, вроде последней macOS, например, плагины могут и не запуститься, однако интересные плагины здесь в любом случае есть. Как минимум, внимание стоит компрессор Rook Rider и Distortion Fuse Plus 3 от Audio Damage, которыми я с удовольствием пользовался достаточно долгое время. В общем, список прошерстить, я думаю, стоит, ну и может даже что-то скачать. Ну и, наконец, пара подарков от компании IKL Multimedia. Во-первых, это синтезатор Sintronic V80, эмулирующий звучание легендарного Yamaha CS80. Ну и, во-вторых, эмуляция гитарной головы Mesa Boogie Triple Rectifier и кабинета 4х12 Recta для гитарного эмулятора Amplitube. Инструкции по скачиванию и установке всех перечисленных плагинов будут ждать вас в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Если вам понравился этот выпуск, то не забудьте поставить под этим видео лайк, подписаться на канал и оставить ваш одобрительный комментарий. Это самый простой способ поддержать мою деятельность в текущей ситуации. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам мира и чистого неба над головой. Ну и до скорых встреч. На связи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok